как понять кто я это очень хороший вопрос и если ты задаешься этим вопросом тут и на верном пути сейчас расскажу почему если ты задаешься вопросом кто ты значит ты ищешь точку опоры это напрямую связано с кризисом идентичности то есть когда мы можем назвать себя когда мы можем сказать и ответить искренне саму себе на вопрос кто же я такой то у нас с идентичностью все в порядке но очень часто бывает такое что мы не можем ответить на этот вопрос а нам это знание прям необходимо как как воздух на самом деле потому что когда мы знаем кто мы мы как будто имеем такую хорошую точку опоры как говорится дайте мне точку опоры и я переверну землю что же такое кризис идентичности кризис идентичности это как раз таки когда мы не знаем ответа на этот вопрос когда мы затрудняемся ответить себе на вопрос кто я такой и на самом деле в течение жизни человек очень часто встречается с этим кризисом можно сказать постоянно потому что он происходит например когда ты меняешь место работы или профессию он происходит например когда ты женишься или разводишься ну то есть был один человек там парень да а стал муж была одна девушка девушка а стала женой или например у тебя рождается ребенок ты был просто муж или жена просто человек а стал уже мамой то же самое происходит с бабушками дедушками когда у них раз рождаются внуки то есть любое изменение в твоей личности до является таким кризисом идентичности ты не можешь этого не заметить если ты даже переходишь переезжаешь из одной страны в другую у тебя уже есть в некотором роде кризис идентичности потому что допустим ты жил в одной стране где тебе было все понятно ты все понимала себе ты знал кто ты в этом обществе и ты приезжаешь и у тебя вроде как еще твоя я концепция твоя собственное представление о себе самом осталось прежним но ты уже находишься в другой среде и тебя уже в другой среде не воспринимают так как воспринимали тебя в прежней среде и тут начинаются проблемы тут начинаются проблемы потому что мы запутываемся в том кто мы есть под нашей идентичностью есть наши убеждения о себе то есть то что мы о себе думаем кто-то о себе думает я классный я кто-то о себе думает я так себе кто-то ну то есть у нас есть какое-то определенное представление и также у нас есть еще части личности которые отвечают за какой-то определенный набор качеств да и когда мы внедряем к себе какую-то новую часть личности ну допустим ты был программистом а стал дизайнером да то есть твоя программистская часть как бы никуда не делась а твоя дизайнерская часть еще ты ее до конца не понял ты ее до конца не осознал и ты был просто человеком у тебя родился ребенок и и ты уже стал родителем да и вот твоя родительская часть ей нужно некоторое время чтобы во-первых ты ее понял во вторых ты ее осознал а в третьих чтобы ты ее принял потому что вот у многих людей как раз таки появляется проблема с принятием сейчас поясню как это происходит многие люди они когда им задаешь вопрос кто ты они не то чтобы не хотят отвечать они могут сказать я не знаю но скорее всего за этим скрывается кое-что другое а это кое-что другое звучит следующим образом я еще не тот кем бы я хотел себя считать то есть понимаете есть некая точка а в которой вы сейчас находитесь а есть некое идеальное представление о себе к которому ты стремишься так вот очень часто когда у тебя есть определенное представление к чему ты хочешь прийти а ты еще к этому не пришел ты в этот момент можешь не сказать кто ты потому что тебе не хочется какую-то реальность признавать ну допустим если человек переехал в другую страну он хочет чувствовать частью себя этого общества да но он иммигрант да он не часть этого общества еще и частью этого общества он еще станет через год полтора-два и вот начинается кризис идентичности потому что я туда ехал с определенным намерением я хотел там лучшие жизни еще чего-то ну это не важно это не хорошо неплохо это очень круто если вы имеете в себе ресурс силы там куда-то эмигрировать но второй вопрос что кризис идентичности он-то начинается тогда когда твое идеальное представление о себе она еще не является реальностью и вот здесь начинаются самые большие проблемы здесь начинаются сопли слезы люди начинают говорить я не знаю кто я я не знаю куда я иду я не знаю чего я хочу для этого есть хорошее упражнение как этого избежать на самом деле это видео я снимаю ради того чтобы вы проделали это упражнение смотрите в очень многих психологических техниках используется зеркало я очень люблю использовать зеркало потому что зеркало не обманешь ну или еще лучше можно взять видеокамеру видеокамеру телефон неважно смартфон фотоаппарат все что угодно на что можно снять видео и вот что нужно сделать нужно либо встать перед зеркалом либо взять и записать себя и представь что эта камера тебя тебе задает вопрос кто я и ты должен на этот вопрос как-то ответить и вот когда ты отвечаешь этот вот на этот вопрос очень важно чтобы ты посмотрел на себя и оценил насколько искренне ты отвечаешь на этот вопрос если ты отвечаешь на этот вопрос искренне то как бы все окей а если ты на этот вопрос отвечаешь не искренне если ты теряешься вот посмотри на себя как со стороны как будто это видит другой человек лучше даже видеокамера чем зеркало давно раньше зеркал было больше чем камер точнее доступ был к зеркалу более простой и вот посмотри на себя похоже ли то что этот человек говорит отвечая на вопрос кто я похоже ли это на правду если это похоже на правду то все окей все классно если это не похоже на правду то тебе нужно тренироваться почему об этом говорю то есть вот обычно люди которые испытывают кризис идентичности я не буду углубляться глубоко в эту проблему но смысл вот какой опять же очень часто бывает так что то кем я хочу быть или то кем я хотел бы быть на самом деле не является действительным так вот тебе нужно вот что сделать представить и определиться свою точку б кем я хочу быть каким человеком я хочу быть в определенный срок не знаю через год через два через три а можно просто поставить себе какую-то задачу даже без срока я вот хочу быть таким-то таким-то человеком хочу иметь вот такую-то такую-то идентичность не знаю предпринимателем мамой папой кем-то еще и очень честно себе ответить а кто я сейчас то есть как бы сравнить вот эти две идентичности сравнить вот этих два разных человека и когда ты будешь описывать свою идентичность сейчас очень важно себе говорить об этом искренне то есть если ты хочешь стать членом какого-то общества и ты приехал и ты сейчас иммигрант очень важно сказать себе сейчас что ты сейчас иммигрант что ты сейчас себя считаешь иммигрантом или допустим если ты поменял место работы или еще лучше сменил профессию то допустим у тебя была одна профессия в которой ты был профессионал а ты стал работать на другой работе с другой профессией и конечно же ты хочешь быть на другой профиль в другой профессии тоже профессионалом на тебе очень важно оценить кем ты являешься сейчас и сказать себе сейчас я еще стажер я еще ученик и таким образом ты будешь обретать вот эту точку опоры но тебе нужно иметь четкое видение о себе в будущем то есть кем ты хочешь быть и когда ты можешь сравнивать когда ты можешь сравнивать кто я сейчас и действительно ли я в своей идентичности в своем представлении о себе приближаюсь к тому кем я хочу быть это будет давать тебе все больше и больше точку опоры и соответственно у тебя будет появляться больше уверенности обязательно поделись в комментариях как тебе это видео и кем ты сейчас себя считаешь на этом у меня все пока пока